Всем привет, дорогие друзья! Первая неделя сентября выдалась самой насыщенной за весь год. На нее пришлось аж три открытия. В среду, 6 сентября, открыли станции Пыхтина и аэропорт Внуково, Солнцевской линии. В четверг, 7 сентября, были открыты станции Яхрамская, Леонозова и Фистех, Люблинско-Дмитровской линии. И, наконец, 9 сентября, в день города, для пассажиров открылся четвертый центральный диаметр. Однако поговорим мы сегодня про первые два вышеперечисленных открытия, продление Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линии. Начнем с продления во Внуково. Неудивительно, что из-за близости к аэропорту обе станции выполнены в авиационной тематике. Итак, Пыхтина. По конструкции схожа с Мичуринским проспектом все той же линии, так как с одной стороны имеет панорамный вид на улицу. Правда, пока отсюда видна только стройка, но это временно. Вторая стена изображает развитие советской авиации. На потолке находятся конструкции в виде турбин воздушного судна. Ну а главным украшением станции, безусловно, стал макет самолета Ту-144, повешенный над эскалатором. В целом, Пыхтина вышла очень просторной и мне понравилось. Между станциями Пыхтина и аэропорт Внуково был построен метромост, однако во время проезда по нему из окна не видно вообще ничего, тем более в позднее время суток. Станция аэропорт Внуково уже поскромнее, чем Пыхтина, но все же довольно яркая и красивая. Оформлена в синих и серых тонах. Со станции можно попасть напрямую в здание аэропорта, не выходя на улицу. Это первый случай в России, когда метро дошло к аэропорту. Оборот здесь происходит непосредственно на станции. В голову сразу же приходит Алма-Атинская, но все же отличия есть. В случае с Внуково в задней кабине уже есть машинист для оборота состава. Кстати, до Внуково следуют не все поезда. Примерно каждый третий поезд уходит в оборотник за рассказывкой. Вот такие получили станции на Солнцевской линии, а мы переходим к продлению ЛДЛ на Фистех. Станция Яхромская. Колонны здесь сразу отсылают нас к станции Мневники. Оформление путевой стены в сторону центра вышло очень красивым. Леонозово. Более скромно оформленная станция. Колонны медно-оранжевого цвета, а также серые настенные панели. Является пересадочной на одноименную станцию первого диаметра, которая была открыта тоже 7 сентября. Фистех. Впервые за долгое время в Москве была построена односводчатая станция. Она очень просторная и светлая, благодаря своим световым колоннам. Кстати, интересно, что идея станции Фистех появилась еще в 1996 году, как первоапрельская шутка студентов физико-технологического института. Однако прошли годы, чтобы шутка превратилась в реальность и станция открылась для пассажиров. Конечно, без неболадок не обошлось. В первый день работы новых станций информатор не работал, станции объявляли машинисты, на шестерке ставили трафареты, а на новых станциях отсутствовал мобильный интернет. Вот такие вот открытия произошли на этой неделе. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео, а я с вами прощаюсь. Всем пока!